Всем приветики, дорогие друзья! Ну что, Новый Год? Новый Год? Встрекот! Ты там прячешься, конечно, но тебя вообще-то видно. Сиди тихо. Будем делать вид, что тебя здесь нет, и ты не греешь меня своими пушистыми лапками. Новый Год! Вот важное событие. Пора. Блестки, камни, стразы, все дела. В общем, все, что блестит, все на себя, потому что когда, если не в новогоднюю ночь или не на новогодние вечеринки, блистать like a diamond? Поэтому у нас сегодня будет с вами новогодний макияж, очень простой. У меня здесь увлажняющий крем, все, очень ничего. Нанесу спрей в качестве праймера и подождем немножко, пока спрей высохнет. А я вам расскажу пока, что будем делать. У нас с вами акцент будет на яркие губы, и не просто яркие, а максимально суперабл красивые яркие губы, потому что у нас эксклюзивичко, у нас новый конкрет холли выходит буквально вот с этим видео вместе. И это такой очень красивый ягодный оттенок, вы сейчас увидите, он прям аж светится, насколько он красивый. И это, знаете, что такое среднее между розовым и красным. Я с этим цветом старалась, честно, очень долго, потому что вдохновлялась ягодами, особенно вот этими зимними ягодами астралиста. Это вот такое вот деревце с острыми такими листиками, и на нем ягодки, которые зимой замерзают, продолжают висеть. И это как такое известное, наверное, многим из вас рождественское украшение. Так вот, собственно, мистер Кот, съемочную студию не рушь, пожалуйста. У нас и так тут все на соплях держится. Секунду. Итак, это очень яркий ягодный оттенок, но помимо того, что он очень круто впишется в любой новогодний мейк, это еще и классный оттенок, вот как ходить с яркими губами прямо с утра, не обязательно в зимний период, а хоть на работу, хоть в институт, хоть куда. К нему мы практически сразу приступим, но сначала идеальный тон. Нам очень важно, чтобы тональное средство было стойкое на новогоднюю ночь или вообще на любую вечеринку. Поэтому у меня супер стойкое средство, один из самых моих любимых стойких тональных кремов, это Smashbox Studio Skin, потому что он очень тонко ложится. Если вам нужно плотное покрытие, вы можете его наслаивать, сливается с кожей и вот застывает намертво. Потом надо будет хорошо его смывать, и это очень круто, потому что вы вообще можете не думать о тоне. Я тут что-то со всеми этими новогодними вечеринками, которые творятся в Москве, начала его использовать и начала его использовать каждый день, потому что так классно с утра накрасил. И вообще не думаешь даже о том, чтобы поправлять тональный крем к вечеру или к более яркому макияжу. Я наношу очень мягкой кисточкой и очень легкими движениями. Таким образом он очень тоненько растушевывается, его вообще не видно на коже. Вы посмотрите, хватит вам или нет. Если не хватит, возьмете и нанесете еще один слой. Чем плотнее кисточка, тем плотнее он сразу будет наноситься. Мне вот очень нравится эта Т1 кисточка Сортар Камбаров, я вам уже ее показывала, из синтетического волокна, очень мягкого. Вот посмотрите, просто идеальное лицо сразу. С этим тональным кремом я знакома уже, ну, очень давно, потому что это, наверное, такой культовый продукт Smashbox. Smashbox, в принципе, косметика, которая была создана в фотостудии, поэтому это отличный тональный крем для фото. И у него очень хорошая светочувствительность, он рассеивает свет, и лицо выглядит очень гладеньким. И это не обязательно касается профессиональной фотосъемки и фотостудии, потому что сейчас даже айфон снимает как профессиональная камера. Соответственно, чем лучше будет покрытие на вашем лице, тем лучше будет ваше новогоднее селфи. Он очень легко растушевывается. Я прям вот действительно наношу сама и балдею от того, какая получается кожа. Он не пересыхает в течение дня. Это, кстати, очень важно, потому что стойкие тональные средства, как правило, мгновенно пересыхают. И он поры не закупоривает. Вот для тех, у кого проблемная кожа, думаю, это будет очень важно, потому что здесь oil-free формула и некомедогенное совершенно покрытие. Чуть-чуть на шею стушую, потому что покрытие шеи в новогоднюю ночь тоже очень важно. Иначе раскраснеется от игристого вина. Будет разница. Мистер Кот, если ты будешь хулиганить, ты останешься один вот в той большой комнате и будешь сам с собой играть. Очень классно сочетается Studio Skin с Fixie Spray, потому что по спрею, когда он высыхает в качестве праймера, он просто вот прям идеальной тоненькой пленочкой раскатывается, и вы можете его наслаивать, и он абсолютно выглядит естественно. Мне так нравится это сочетание. При этом, видите, лоску кожи никуда не уходит, она не становится слишком матовой, тусклой. Наоборот, у вас просто такой очень красивый, свежий цвет лица. Короче, очень рекомендую. У меня оттенок 2.16 Light. Далее легкую коррекцию сделаем. Совсем легкую. Хочу накрасить сначала губы, посмотреть, нужно ли добавлять еще. Если что, добавлю в конце. Я возьму очень мягкий красновато-коричневый оттенок. Это чеснок, как каштан. Это самый мой любимый конкрет. Официально заявляю, потому что вокруг чеснота я уже добавляю всякие оттенки, делаю ярче, добавляю цвет. Но без чеснот мой макияж ежедневный не случается уже несколько лет. Это был вообще один из самых первых цветов на разработку, когда мы только запускали бренд. Так, небольшой кистью, достаточно мягкой, наберу. Это очень удобно делать с палитрой или из коробочки, которая продается каждый конкрет. А мне, чтобы вам демонстрировать, проще было на руке. Чуть-чуть. Из-за того, что это красновато-коричневый, он дает вам легкую коррекцию, но при этом создает даже эффект такого уже румянца, потому что в нем есть краснота. Поэтому будет выглядеть очень естественно. И для повседневного макияжа это очень удобно, потому что очень ускоряет процесс мейка. Ну и плюс выступает в качестве такого бронзера скорее. Делает лицо посвежее, особенно если оно бледненькое. Добавляет ему ощущение легкого загара и такого естественного свечения здоровьем. Я даже на скулу чуть-чуть поярче добавлю цвет, потому что все-таки это Новый год. И тут мы можем себе позволить немножко разгуляться. На носик сразу чуть-чуть нанесу. На складку верхнего века. Очень мягко. Пальчиком растушую. Чуть-чуть только набирайте, потому что ваша задача растушевать оттенок. Вам капли конгриды хватит, чтобы все лицо закрасить. Нижняя. И губы. Здесь даже возьму небольшую кисточку. Квадратную. И сразу чуть-чуть выделю контур. Вот губы чуть-чуть поярче стали. Почетче, попухлее, более секси. Сделаем небольшую паузу. Перейдем к бровям. Сейчас надо будет хорошо так их пошире сделать, потому что, очевидно, пора на коррекцию. Если кто не был еще на коррекции бровей в Крыгина Студио, поверьте, вы очень много потеряли. Не приходите, потому что ваша жизнь разделится на до и после. Вам настолько станет проще краситься, настолько станет легче делать себе макияж, вы себе даже не представляете. Как вы будете себе сразу нравиться. И всем остальным. Это факт. Уже доказано четырехлетним опытом исправления бровей по всей Москве. И не только Москве. Итак, брови. Как я вам уже неоднократно показывала, это будет конкрет в оттенке ТОП. Серовато-зелененький. Очень универсальный. И вот с его помощью волосочками дорисовываем. Мне кажется, достаточно. Пока просто причешем, ничем не фиксируем. Накрасим ресницы. Я подкручу. И накрашу яркой-яркой-яркой тушью. Это и самаран. Эффект накладных ресниц. Культовая тушь. Потому что когда еще? Если не на Новый год. На самом деле сейчас объемные ресницы это очень сильный, прям выдающийся заметный тренд. Так что вы можете совершенно не стесняться. Если говорить о том, как мы будем краситься с вами по наступлению Нового года. То это возвращение мейкапа и стрижек двухтысячных. И очень много элементов в одежде. Очевидно, что двухтысячные, которые оказалось было совсем недавно. Вот уже снова возвращающийся тренд. Плюс этой туши, кстати, что она не очень быстро высыхает. И вы можете наслаивать, наслаивать объем. Она не будет ложиться кауками. Потому что легко скользит. О, еще не высохшим ресничком. Нижняя. И вот теперь... Та-да-да-дам! Давайте накрасим губы новым холиком. Еще раз напоминаю, на конкрет почти не давить. Это как краски. На краски не давят. И только за хвостик надавливать. Если вдруг вы пережали, и он подтекает, нажмите немножко вот так вот сбоку, по бокам. Чик. И он, хоп, и обратно у вас туда спустится. Ну, поехали. Какой прекрасный он, не могу. Просто холи. Я его называю холи профитроли, потому что мне нравится эта ритма. Ну, такой он. Просто посмотрите, он аж светится. Светится чистотой. Просто какой-то чуть ли неоновый. И он реально так на всех красиво. На блондинках, на брюнетках, на смуглых, на ком угодно. Я чуть-чуть наберу с руки остаточки. Нанесу в качестве легкого румянца. Он такой красивый в качестве румянца. Кожа прям фарфоровая становится по ощущениям. Чуть-чуть на глаза. Ну что, в целом, это уже очень крутой макияж. И на самом деле, как видите, это абсолютно один акцент. Просто цвет, который делает из вас диву моментально. А здесь просто ресницы накрашены. И легкая коррекция сделана с помощью мягкого конкретчестнута. Поэтому я всех нас дружно поздравляю с тем, что в нашей жизни появится оттенок холи. Потому что настолько преображающий он, настолько он яркий, но при этом настолько он не... Ну, он прям благородный. Он настолько красивый, даже камеры не передает, насколько круто он светится. В общем, highly recommend, холечка мой дорогой. А я давайте сделаю немного поярче. На случай, если вы захотите сделать такой мейт немного поярче. Я возьму concrete black. Почти заканчивается уже. Черный цвет. И немного выделю контур глаз верхний. Немного нанесу пудрой фиксит паудер на подвижное веко, чтобы весь мейк был подостойким, чтобы держался еще дольше. Это самое идеальное скрепляющее средство. И небольшой кистью, типа кисти для губ или кисти для подводки, я пробегаюсь по контуру. Я не буду рисовать здесь стрелку. Скорее, это будет такая растушеванная обводка. По форме все равно чуть-чуть вытягиваю глаз. Ну, вот видите, как такая мягкая стрелочка. И сразу растушевываю. Вот я сейчас крашу, и знаете, какая мысль у меня в голове? Боже, как я обожаю конкретные. Это просто вообще. Я считаю, что это такой прорыв у нас получился. Просто офигенно. Чистенькой кисточкой для финальной растушевочки пробежимся, чтобы так мягко-мягко-мягко получилось. И если хочется прям совсем Шанбрайт Лэка Даймонд, то давайте добавим блестки. Я не буду брать серебряные, серебра много. Возьму космет, призм, оттенок. Это там будет много-много всяких разных, видите, блесточек. И нанесем поверх этих наших полустрелок. Кайф. Я не выкладываю плотно. Плотно-то и не обязательно. Если хотите прям стрелку четкую, можете плотно выложить их. А я как бы вот просто на границу с корнями ресниц прикладываю. Вот как лягут, так и лягут. Все. Блестки, если осыпались, которые не прилипли, можно смахнуть. Брови причесать. Щеточкой этой же, если какие-то блесточки прилипли, смахнуть. И чуть-чуть зафиксируем макияж пудрой. Я только по центру пробегусь, потому что макияж и так будет очень стойким. А здесь я хочу просто, чтобы дольше не появлялся жирный блеск. Волосы немножко распушим, чтобы был объем. И вуаля! Новый год просто идеальнейший. Потому что это мейк стойкий. Он очень простой, он не перегруженный. И вы будете прям суперзвездой. Я, как видите, оставляю здесь достаточно простую мягкую вкладку, чтобы не перегружать тоже свой образ акцентами. Мне нравится то, что легкие волосы, волны, выделенные глаза и губы. Но при этом, очевидно, акцент прям яркий на губы. И все это еще и суперстойко. И выглядит естественно. И при этом будете так скакать до утра. Точно можете не переживать, что что-то у вас поплывет, ничего у вас не поплывет. Еще раз акцентирую ваше внимание на то, что вышел оттенок Холли. Это финальный запуск 2019 года в Крыгина Косметикс. Мой хороший ждал рождественского вот этого периода, чтобы появиться на рынке. Очень красивый, очень яркий, очень интенсивный. Но при этом абсолютно какой-то, я не знаю, всем идет. А все, что мы сегодня использовали для ярких акцентов, по сути, да, это три основных продукта. Это Конкрет Холли, Конкрет Блэк и блески Косметризм. Это один из наборов новогодних Крыгина Косметикс. Так что заходите на сайт, у вас будет возможность все это вместе купить с очень приличной скидкой. В наборе, в очень красиво украшенном, в таких красивых новогодних тубусах с бархатными бантами. Который, в принципе, может быть классным подарком. Либо подарите его себе. Ну и, конечно же, я с удовольствием отправляю вас всех на сайт kryginacosmetics.com или kryginacosmetics.com в раздел kryginacosmetics за своим Холликом. Смотрите, новогодние наборы, там очень круто они собраны. Всего по три продукта. В каждом наборе очень доступны по цене, потому что на них действует грандиозное скидочное специальное приложение новогоднее. Еще раз повторюсь, они все очень красиво упакованы, так что это будет готовый подарок. Он приедет уже с бантом, со всеми делами. Если вы захотите кому-то в подарок отправить, вам только открыточку подписать, прилепить, и все готово. Ну и в целом приглашаю вас в kryginacosmetics, мой маленький мир ярких, стойких красок для макияжа, который каждую девушку делает абсолютно уникальной и действительно красивой. Я за то, чтобы макияж всегда украшал, делал из вас див прекрасных, повышал самооценку, которая в свою очередь будет триггером для вашей мотивации. В общем, вот с такого вот маленького тюбика и таких роскошных губ, с которыми вы будете себе так сильно нравиться, что даже представить себя пока не можете, может начаться ваша совершенно новая, уникальная, веселая, красивая и успешная жизнь в 2020 году. Так что добро пожаловать в мир красивых женщин. Не ленитесь, крастьтесь, укладывайте волосы, не откладывайте ничего на потом, делайте карьеру, рожайте детей, воспитывайте их добрыми и справедливыми, и все будет на самом деле классно в этом мире, благодаря каждой из нас. Все, всех целую, всем пока и с Новым Годом! Если вдруг вы не посмотрите остальные видео макияжные, которые я надеюсь успеть сделать в этом году, я вас поздравляю с Новым Годом! И вы сами знаете, чего я вам желаю, как обычно. Шан Брайт, Лэка Даймонд! Всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok